Первый секрет. Используйте сотейник только с толстым дном. Лайфхак. Сковородку с толстым дном на начальных этапах тоже можно использовать. Второй секрет. Не используйте сжженый сахар для приготовления вашей карамели. Если вы чувствуете, что ваш сахар сгорел, подгорает, пожалуйста, выбросите эту партию и приготовьте новый. Добавление сливок и масла, к сожалению, не спасут вкус вашей карамели. Она будет со вкусом сжженного сахара или Гарри Отр. Третий пункт. Добавляйте исключительно горячие сливки. И я рекомендую делать это частями. И та самая половинка секретика. Вы можете углубить вкус вашей карамели, добавив, например, ваниль, кофе или корицу. Подписывайтесь. Здесь много секретных фишек для кондитеров. Зачем проливать карамель через сито? Я, как всегда, отвечаю на ваши вопросы. Ну, а вы не забывайте подписаться. Как бы идеально не была приготовлена карамель, всегда есть вероятность наличия нерастворенных комочков сахара. Найти такой кусочек в торте – это не самый приятный подарочек. Поэтому для гладкой идеальной карамели и для вашего спокойствия пригодится сито.